МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Друзья, просто случайный зритель, а также мои любимые хейтеры и тролли. Сегодня, пока еду к доктору лечить в очередной раз свой плечевой сустав, отвечаю на очередной поступивший вопрос. Хотя уже много, как всегда, есть и статьи, и видео на эту тему. Но людям, видать, лень рыться в роликах и в статьях. Всегда хочется, чтобы ответили лично тебе. Так вот, в чем вопрос? Вопрос в том, как повышать рабочие веса. Девушка спрашивает именно про приседания, так как она застопорилась на 40 килограммах. Как она говорит, и больше дальше не может прогрессировать. Будем говорить о приседаниях, но, в принципе, это касается абсолютно любого упражнения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно разделить на две фазы. Кто следит за моими роликами, статьями, знает, что есть начальная фаза, базовая, фундаментальная тренинга. Когда мы с вами строим определенную силовую базу, силовой фундамент, до достижения определенных показателей, силовых тестов. Для парней это отдельно, для девушек отдельная тема. Все это вы можете найти и в видео, и в статьях, если не будете лениться. И вторая фаза, когда вы уже достигли этих определенных силовых показателей, и переходите на принцип тренинга по периодизации. Разберем оба этих варианта. Как прогрессировать на первом этапе с нуля? Естественно, все вы понимаете, прекрасно, даже тот, кто не знаком с моими работами, что на первых порах и в приседе, и в становой тяге, как и в любом другом упражнении, важно построение именно техники. Заложение себе в программу на подкорку именно технических характеристик выполнения упражнения. Вы должны четко понимать, осознавать, ваш организм должен научиться выполнять эти движения уже без внутреннего напряжения и внутреннего контроля с вашей стороны, со стороны сознания. Нужно перейти на режим, когда технику контролирует подсознание. Обычно на это уходит, когда уже можно думать о том, чтобы работать и о рабочих весах, 2-3 месяца. Не переживайте, это не потраченные впустую месяца, недели, дни, нет. Наоборот, чем дольше вы себе дадите хорошую дорожку для разбега, для старта, тем увереннее вы взлетите и тем надежнее будет проходить ваш полет на протяжении всей оставшейся вашей жизни. А надеюсь, что все-таки вы будете тренироваться всегда. Так вот, как только вы прошли ознакомление, как только вы уверены уже более-менее в своей технике, необходимо повышать рабочие веса, ориентируясь на указанное количество повторений. Если диапазон указанных повторений у вас 8-12, это говорит о том, что ваш вес должен быть на штанге таким, когда вы можете сделать минимум 8 повторений, максимум 12. В идеале, если вы выставляете на штангу вес, с которым еле-еле справляетесь в 8 повторениях и целенаправленно работаете, пока не достигаете уверенных 12 повторений. После чего добавляете снова вес на штанге. Вопрос в том, какой должен быть шаг добавления веса. Опять-таки это будет сугубо индивидуально, потому что, чтобы уложиться в этот указанный диапазон повторений, нам нужно методом проб и ошибок, методом тыков подбирать вес, который нужно добавлять. Ну, обычно это на начальном этапе, чаще всего бывает по 5 килограмм с каждой стороны гриб, мифа на первых порах, особенно первый год. Но, естественно, чем больше ваш стаж, тем меньше будет процент добавляемого веса. Все это индивидуально. И таким образом вы уверенно будете прогрессировать, пока будете достигать необходимых силовых показателей. А я гарантирую на 100%, что все эти силовые тесты, которые я привел в своих статьях и видеороликах, достижимы без применения какой-либо фармакологии, без применения даже какого бы, не важно, спортивного питания. Если у вас нет денег, не отчаивайтесь, просто старайтесь хорошо, полноценно питаться. Не обязательно полноценное питание должно быть разнообразным, главное это полноценность. И хорошо спите, восстанавливайтесь. Не перетренировывайтесь, не гоните себя каждый день в тренажерный зал. Наоборот, если чувствуете, что вы тренируясь через день, день тренируясь, день отдыхая, не восстанавливаетесь, дайте себе смело, спокойно еще день, а иногда и два лишний на отдых. Потому что только во время отдыха вы, грубо говоря, растете, восстанавливаетесь. Что же касается следующего периода, когда мы тренируемся с вами в периодизационном цикле. Это самый лучший период, если тот, кто придерживается моего принципа построения периодизации, знает, что можно добавлять вес на каждом новом витке. Потому что моя периодизация, мое циклирование и вообще подход к тренингу идет по принципу спирали. Когда мы поднимаемся постоянно-постоянно на ступеньку вверх, но не прямолинейно, как по лестнице, потому что это ты быстро устанешь, а витками. По сути, это, если вы будете идти постоянно вверх-вверх-вверх, вы очень быстро уперетесь рогом в стену отказа, в стену баранок, в стену застоя, выйдете в так называемая плата. И выйти из него, идя по такому пути, очень и очень сложно. Но когда вы идете по спирали, это, в принципе, те же круги, но они с каждым новым витком поднимают нас на уровень выше. Всегда. И каждая тренировка, одна тренировка определенного типа на группу мышц повторяется в моем цикле где-то раз в полтора месяца. Но это не значит, что мы тренируемся тяжело, легко. Нет, все наши тренировки со стопроцентной выкладкой. Но, меняя степень нагрузки, меняя принцип воздействия на мышцы, мы задействуем разный тип мышечных волокон. Да даже не важно, пусть даже если кто-то не верит, не будем говорить о типах мышечного волокна. Говорим о том, что центральная нервная система будет очень довольна, потому что вы не будете ее перегружать. Потому что для центральной нервной системы любой человек современный, думающий, знает, понимает, нет ничего хуже, чем однотипная монотонная работа. Вот причина того, что вы не можете прогрессировать постоянно, добавляя на штанги какое-либо количество повторений. Тренируясь подобным образом, мы можем по чуть-чуть. Чем меньше будет добавка на штанге с каждым новым витком на каждую мышечную группу, тем лучше будет и легче идти прогресс. Что нужно помнить, о чем нужно никогда не забывать. И это касается, в принципе, любого тренинга. Линейный тренинг тем дольше полезен для вас, и тем дольше он будет приносить пользу, тем легче вам будет поднимать рабочие веса, и тем дальше в гору вы заберетесь, чем меньшим будет прибавление рабочего веса на штанге. В идеале, если у вас есть блинчики, а если нет, вы должны их изготовить себе по 100 грамм. И вот представьте себе, на каждой новой тренировке вы будете способны добавлять себе вес. Что такое 100 грамм? Ну, это 200 грамм, если с каждой стороны по 100 грамм. Получается, вот когда я говорю об этом, я вообще это не воспринимаю как вес. И психика моя точно так же это будет воспринимать как абсолютно равноценная нагрузка, как и в прошлый раз. Но это не так. И представьте, сложите изо дня в день, из неделю в неделю, из месяца в месяц, а потом из года в год, какая будет прибавка. Но каждый раз для психики, для вашего подсознания, это будет смешно. Вы не будете придавать этому значение. Но прогресс будет колоссальный. И я уже рассказывал, я уже приводил пример своего друга из Тольятти, который учился со мной в институте. И вот я видел на протяжении двух лет, как этот человек, ярый противник на тот момент фармакологии какой бы то ни было, добился вот такого колоссального показателя, что стал сжать лёжа 195 килограмм. При том, что весил меньше меня. На раз, естественно. Он хотел стать сильнее, его цель была. И... Понимаете, как это шикарно сказывалось вообще? Он не переутомлялся, не перегружал свою центральную нервную систему, но при этом постоянно прогрессировал. Поэтому, друзья, изготовьте себе такие блины, если у вас в зале их нет. Потом скажите мне спасибо. Никогда не стремитесь прийти к чему-то очень быстро. Как говорил один великий бодибилдер, это не ракетные технологии бодибилдинг. Нужно понимать, что успех складывается здесь накопительным опытом. Опытом и практикой накопленных ваших тренировок. Нам некуда с вами спешить. Нужно понимать, что тот путь, по которому мы идем, это и есть цель. И цель эта, в принципе, недостижима, как и смысл жизни. Смысл жизни в том, чтобы родиться и умереть, но прожить этот миг, помните песню, да? Именно он называется жизнь. Чтобы каждый миг проживать как нужно, на полную катушку. Если вы стоите постоянно думая о прошлом, то вы стоите с жопой к своему будущему. Нужно это прекрасно понимать. Конечно, нужно задумываться, анализировать ошибки прошлого, исправлять. Это залог того, что вы будете успешным в будущем. Но, друзья, повторяю, никогда, никогда не живите переживаниями прошлого. Это в корне неправильно и неверно. Еще хочу сделать одно маленькое замечание по поводу начального уровня. Когда вы будете более-менее опытным, это происходит на период где-то после 6 месяцев 8 тренинга, вы можете и должны делать такую легкую периодизацию, можно ее так называть, циклирование, когда будете делать на одной тренировке, ну, к примеру, на приседаниях, да, мы говорим о приседаниях, на 6-10 повторений, а на другой тренировке у вас будет от 10 до 15 повторений. Примерно так, если мы говорим о парнях. Если мы говорим о девушках, это значит где-то от 7 до 11 повторений и от 12 до 17 повторений. Так вот, на одной тренировке вы делаете одно количество повторений с большим весом, но с меньшим количеством повторений, диапазон, который я указал ранее. На другой тренировке вы делаете другое количество повторений, большее, да, но с меньшим весом. И такой принцип построения тренинга тоже будет вам помогать двигаться дальше. Но, в принципе, если вы нарабатываете свой силовой фундамент, добавляете с каждой стороны грифа постоянно по чуть-чуть, по немножко, и это у вас получается, идите смело, пока у вас это, как говорится, прет, пока у вас это получается. Когда только почувствуете первые признаки того, что вам уже тяжело реально, не только физически, но и когда уже психически бывает такой момент наступает, вам тяжело ходить на тренировки, выполняя одно и то же. Вводите вот этот прием. Разное количество повторений. И можно добавлять, будет уже потихонечку, функциональные тренировки, так называемые. Раз в две недели. Это тоже будет на пользу для разнообразия вашего тренинга. Касается как парней, так и девчонок. Как это делать? У меня очень много видеороликов и статьи есть на эту тему. Я думаю, вы все прекрасно разберетесь. Ну что, друзья, буду заканчивать. Надеюсь, более-менее понятно рассказал, объяснил, как нужно подходить к тому, чтобы увеличить показания в приседе. Есть также у меня об этом видеоролики и статьи. Скажу еще раз напомню вам, что из дополнительного помогает хорошо, мощно приседать. Конечно, это мощные бицепсы бедер. А лучшее упражнение для бицепса бедра это русские наклоны. Попробуйте их делать, вы увидите, что уже через полтора-два месяца приседания увеличатся на 20%. И в силе относительно веса на штанге, и в ваших возможностях относительно количества повторений, которые вы сможете выполнять. Это шикарнейший инструмент. Обязательно делайте экстензии в начале тренинга и гиперэкстензии в конце тренинга. Это вообще закон. Не только для того, чтобы иметь хорошую, мощную спину, хорошо приседать, безопасно, но и в первую очередь для вашего здоровья, для сохранения здоровья вашего позвоночника. И для лечения позвоночника, если у вас уже есть какие-либо проблемы. Это проверено уже десятилетиями практики. Не только моей. На самом деле преподносится это как все мое, мои изыскания. Но нет, друзья, я просто собрал информацию, когда сам столкнулся с такой проблемой, и уже квинтэнсенцию всего этого, того, что я изучил, того, что я прошел на практике, я поделился с вами. Но все эти знания, это не мои знания. Мои знания, где есть, я вам конкретно говорю. И у меня не так много на самом деле идей, теорий и практики, которую я изобрел сам, которая возникла вот у меня в голове и до этого не существовала. Но вы знаете, я люблю пофилософствовать, не буду дальше вас грузить. Надеюсь, вам нравятся мои ролики. Если вы хотите отблагодарить меня, то самая лучшая благодарность с вашей стороны – это репост и моих статей, и видеороликов в своих соцсетях. Также не забывайте, что вы можете вступить в мою закрытую группу тренинга, где как раз-таки на каждую новую неделю я выкладываю тренировки по принципу периодизации. И не забывайте о конкурсе. Каждый может вступить в эту группу бесплатно и даже получить от меня год персонально бесплатного тренинга. И если вы снимете ролик с тестовой тренировкой, с небольшим рассказом о себе и пришлете мне его на почту. Кому интересно, пишите в личку, я вам дам адрес своей электронки. Всем пока! Увидимся в тренажерном зале! Хотите узнать о том, как с помощью простой резинки, резиновых жгутов, бинтов укрепить наш плечевой сустав, укрепить весь плечевой комплекс, укрепить ротаторную манжету плеча, укрепить лопатку и все мышцы, стабилизаторы и обычные мышцы, которые служат для того, чтобы стабилизировать плечевой пояс. Для чего это нужно? Это нужно в первую очередь для сохранения здоровья нашего плечевого сустава, самого подвижного сустава из всех существующих в нашем организме и поэтому самого подверженного травмам. Упражнения очень простые, но настолько эффективные, что переоценить их просто невозможно. Если хотите, что вам это даст? Помимо здоровья, помимо того, что ваши дельты никогда не будут болеть, это даст усиление во всех жимах. Что касается жимов для дельт и касательно для грудных мышц. Как на горизонтальной скамье, так и под наклоном 35-45 градусов и в жимах сидя. В жимах тренажере вы будете использовать больше веса. И естественно работать при всех жимах с гантелями с большим весом. Это даст вам больше мышечной массы. Но самое главное, мальчишки и девчонки, повторюсь, это убережет ваше здоровье. А что может быть важнее, чем улучшение, сохранение нашего здоровья? Ничего. Совершенно верно. Именно поэтому я и снимаю сейчас для вас серию роликов о плечевом суставе. Не пропустите. Обязательно, друзья, лучшая благодарность для меня, для канала, это поделиться данными роликами в своих соцсетях. Обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, что вам нравится. Обязательно, особенно, если вам что-то не нравится, чтобы я понимал, что. Пишите, ставя дизлайк, что вам не нравится. Конструктивно. Не так, что это говно, я с этим не согласен. А напишите, почему это говно, почему вы с этим не согласны. Как должно быть на самом деле, как есть на самом деле. И почему вы так считаете? Откуда эта информация? Может быть, просто это ваш личный опыт. Это для нас, для всех крайне важно. И, друзья, не упустите возможность совершенно бесплатно вступить в мою закрытую платную группу, где уже 173 человека вместе со мной тренируются по моим программам периодизации, циклирования, основанным на различном типе мышечного волокна. Это крайне важно для всех систем нашего организма. Для эндокринной, для иммунной системы, для суставно-костного аппарата, для всего. Крайне-крайне важно. И вы тоже можете сейчас совершенно бесплатно вступить в эту группу. Вам нужно всего-навсего снять хороший видеоролик. Не вертикальное видео, где вы расскажете, покажете о тренировках, о том, как вы питаетесь, как восстанавливаетесь, помогают ли вам мои советы или не помогают. И каждый, кто пришлет подобный ролик, а лучше всего, если это будет видео о тестовой тренировке, которое может оценить любую программу тренинга, показать вам, правильно ли вы тренируетесь, есть ли эффект от ваших тренировок, присылайте мне на почту, и вы все получите бесплатный доступ в мою закрытую группу. А по итогам конкурса тот ролик, который наберет больше всех лайков и комментариев, а я каждый ролик выложу у себя на YouTube-канале, получит год бесплатного тренинга со мной. Абсолютно бесплатно. Дерзайте, друзья, не упустите эту шикарную возможность. Ведь сейчас вступление в группу стоит 250 долларов, а вы можете это сэкономить. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok